33,3% брака, поэтому оценка низкая, двойка, а так Березутский четверка, а техника тактических действий вообще меньше всех, меньше всех из всех игроков обороны, у него 39 всего, а у Фернандеса в два раза больше, у него 76, но это у них стабильный такой показатель, причем у Щеникова, ты знаешь, у него все есть, у него скорость есть, выносливость есть, работоспособность есть, но вот из-за того, что он не наигрывал вот эту атакующую игру, вот этих навыков у него, конечно, меньше, чем у Фернандеса, а Фернандес, он стабильно играет на таком уровне, то есть у него достаточно много техника тактических действий, только процент брака колеблется, но в данном случае он здесь на 21,1% брака, хороший для защитника показатель, а так у Березутского Алексея 24% брака, у Васина 16% брака всего, у Березутского Василия 25,3% брака, то есть они здесь... Но они активны были или нет, вот по цифрам? Но по цифрам, по цифрам, обрати внимание, Фернандес, да, но Зенит знал, что Фернандес подключается, и там перекрывали на фланг, и с малым количеством техника тактических действий. Понятно, центр обороны, Александр, какие оценки у центральных защитников? У центральных защитников две четверки, одна пятерка, Вася на пятерку, Березутский, Березутские братья на четверку сыграли, причем больше всех технико-тактических действий у Василия, то есть его больше всех нагружали. Центр полузащиты ЦСКА? Ну, здесь, здесь, здесь катастрофа, здесь, начиная с Фернблума, плюс ко всему, он так лес рубил в очередной раз, что на красную карточку наиграл, и у него 40% брака, можете представить, естественно, двойка, и всего 60 технико-тактических действий при 24 ошибках, и плюс две желтые карточки, вот. Головин тоже очень активно в шоу единоборства, и он тоже мог получить красную карточку по ходу матча. Да, у Головина чуть больше, сейчас 68 технико-тактических действий, но 35,3% брака, двойка тоже. Но при этом Головин еще провел на 25 минут больше, чем в Вернблуме удаление было. Да, то есть это тоже очень мало. То есть, я тебе говорю, они в основном в середине поля разрушали, да, они не соседали, поэтому никакой игры со стороны ЦСКА не было, и я имею в виду игры атакующие, они без мяча практически были. У Дзагоева, диспетчер команды, да, у него меньше технико-тактических действий, чем у Фернандеса, у него 70 все, представляешь? И при этом 34,30% брака тоже двойка. Но вы говорите, Фернандеса закрыли, если у него больше все-таки чем... Но там, знаешь, как он, Егор, играл, он выходил в среднюю линию, да, но он обосрыть не мог. Он выходил, ему давали мяч, он его назад возвращал. Вот. Ну а нападающие, нападающие здесь вообще еще хуже, с учетом... Они виноваты, мне кажется, все-таки здесь проблема. Ну а в какой-то, в какой-то степени виновата то, что вся средняя линия, да, оказалась отрезанной от мяча, от мяча плюс они за счет индивидуальных действий своих ничего не могли сделать. Ну вот. У Аланары 40 технико-тактических действий, 65% брака, двойка, можно единицу ставить. Ну вот. А Ионов всего 17 технико-тактических действий сделал. Во втором тайме, во втором тайме у Ионова, да, во втором тайме у Ионова всего... Ионов во втором тайме, всего 4 технико-тактические действия. А он достаточно долго играл. Вот. Вот тебе, пожалуйста, это вообще ни в какие ворота не лезет, такие показатели у нападающих. Ну вот, поэтому тоже двойка. Но я у Ионов играл на 65-й минуте. Витине, да, Витине вышел, да, вместо Ионова. Больше сделал. Сделал столько же технико-тактических действий, как он за 65 минут. А он сделал это за 25 минут, да. Но у него тоже высокий пацан был. Витине уже упал. Он вообще вышел, он не знал, что делать, куда он попал. Витине вышел, он один же на Острея был. Потом в Бразилии там же по-другому играет. Там ему постоянно мяч дают. А здесь он вышел, нужно только бегать и отбирать мяч. И он опять думал, знаешь, как, думал, приехал. Сейчас два года, ну, прошло. Да, сейчас повзрослел, а Креп сейчас начну рвать здесь. А здесь еще хуже, чем было, понимаешь? Поэтому 64% брака, но тоже практически единица. Но я ему двойку поставил. Надха вышел, тоже в эту кашу попал. 20 технико-тактических действий, 30% брака. Ну, это тройка на грани двойки. Ну, и то, что вышел, одно игровое действие с минусом. Это 100% брак получается, но здесь без оценки. Общие цифры. И всего, смотри, 588 технико-тактических действий. То есть, аутсайдеры, когда играют в российском чемпионате с фаворитами, они где-то в пределах вот такого количества действий набирают. Ну, вот. Брак, брак. 33% брака. Это я с минусом поставил только из-за того, чтобы в ничью сыграть. А так это двойка. Это очень высокий процент брака. Больше того, в первом тайме у них 36% брака было. ЦСКА, ПСАЧ. То есть, в втором тайме после удаления у них... Нет, 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 подожди, 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 подожди. В первом тайме у них 29,9% брака был. А это во втором тайме 36% брака. Но здесь они подустали. Удаление. И поэтому это очень плохие показатели. И с такими показателями... Вот поэтому у них такие результаты в Лиге Чемпионов были. С такими показателями на международной арене играть нельзя. Но вы перспективы увидели какой-то ЦСКА? Есть? Ты знаешь... Основа для прибавки в будущем. Но перспективы пока вот с такими нападающими, с такими нападающими, перспективы нет. Мы же сами говорили, что нападающие здесь не в полной мере виноваты. Просто полузащита у них не доводила мяч. Но все равно, ты понимаешь, нападающие, когда индивидуально проявляют себя... Цепляются за мячей. Да, они даже в такой игре, вот, индивидуально сильные нападающие, они проявляют себя. Больше того, вот, как раз вот в такой игре, в такой игре могут и помочь нападающие. Потому что если он умеет цепляться за мяч, да, то тогда ему можно быстро вперед передавать. И, минуя вот этот прессинг, подключаться, вот, и обослять игру. Но этого же ничего не было. У них очень плохие показатели. И плюс, плюс средняя линия, вот, при такой игре она вообще себе не проявила. Александр, давайте к «Зениту». Я вот подглядываю, вижу, что двоек у «Зенита» нет ни у кого. Ну, у «Зенита» смотри. У «Зенита» 821 техника. Есть разница? На 20, да? 588 и 821 техника. То есть, в «ЦСК» практически без мяча играл. Всю игру, да? И брак. Брак. Такого брака у российских команд еще не было. Вот, когда я расшифровывал, тем более учти, это две команды фаворита играли. 17,9% брака. Это очень низкий. То есть, они достаточно качества контролировали мяч, в первую очередь. Но тоже проблемы были с обострением игры. Вот, и поэтому практически моментов-то не было. Александр, вот при таком вот... Единственное, единственное опасное... Нужно учитывать то, что «Зенит» очень много играл поперек, просто контролировал мяч в центре поля. Да, да. И вот этот... Они же накручивали технико-тактические действия. Правильно, правильно. Вот в этом и недостаток игры. Вот. При таком количестве технико-тактических действий, да, вот, они должны были больше... Один удостовер. Да, они должны были больше находить обострение. Вот. И это проблема игры... Это проблема игры ЦСКА и опять проблема игры нападающих. Потому что там нападающие не совсем правильно тоже играют. И у них тоже невысокий показатель технико-тактических действий. Что у Кокорина, что у... Даня, Дзюба. Нет, что у Дзюбы, да. Больше того, я был и остаюсь при своем мнении, что Мало, как футболист, он более опасный. Вот. И более острый, чем Кокорин. Потому что вот Мало вышел, да? Мало вышел, да? Ну вот. Кокорин за всю игру 55 сделал. А Мало вышел совсем на немного, 30. И сделал, во-первых, 30 технико-тактических действий. Да, если бы он всю игру играл, он бы больше значительно сделал. Потом он обводить стал. Кокорин не обводит. Он обводить стал и стал обострять, пытаться наносить удары поворотом. Вот. И он и остую передачу может отдать. В отличие от Кокорина, значительно больше. Да? И найти моменты для этого. Он и быстрее. И самое главное, он лучше димбинга владеет. Вот. И удар поставлен с обеих ног. Вот. Поэтому здесь как раз вот проблемы тоже в атакующих игроках, в обострении игры в первую очередь. Давайте по порядку, Александр Ильич, от обороны начнем тогда. А то, что они больше мячом владели, да? Это как раз вот то преимущество, которое у них было, да? Вот. Но они не смогли обосрыть игру до той степени, чтобы создать значительно больше острых моментов. Но здесь, знаешь, почему так игра сложилась? Потому что здесь цена трех очков была очень высокая. И они в какой-то степени перестраховывались, понимаешь? Плюс «Зенит» еще играл на поле соперника. Но! На плохом поле соперника, как говорили Мир Челучевску и Артем Дзюба после матча. Да? Тяжелое поле, говорят. Да, но дело в том, что вот при таких вот построениях и при таких показателях, почему нужно обращать внимание на показатели, да? Если бы «Зенит» забыл, а он во втором тайме сразу, когда в штангу попал, Морисе, да? То тогда бы, вот при такой игре, как играл ЦСКА, у них практически шансов бы не было. Вот, если бы они пошли большими силами вперед, их бы еще больше бы наказали, понимаешь? То есть, вот в этом и разница, понимаешь, что у «Зенита» ему только гол надо забить, да? А «ЦСКА» — «ЦСКА» с той игрой, которая демонстрирует. И в основном, в основном, в основном, получается, что у них они на стандарты тоже делали ставку, потому что на стандартах, вот при наличии вот этих трех защитников, плюс Фернандес играет головой хорошо, плюс играет хорошо головой Венблом, плюс вот этот Аланаро может побороться, вот, они на это рассчитывали. То есть, цифра «Зенита» по итогам матча с «ЦСКА» — это отображение его запаса прочности, мощи, можно сказать, да? Да, да, вот, чтобы понимали, знаешь, как игра получилась никакая. Для специалистов, в чем причина понятная, почему она такая получилась, для болельщиков такую игру очень тяжело смотреть. Только, может быть, для фанатов, которым там до фонаря сама игра, им бы покричать. Нет, на стадионе игра, я честно скажу, смотрелась, на самом деле, антураж отличный просто. Но там, знаешь, там из-за того, что напряжение игры было большое. Ну, смотри, Анюков четверка, Нету пятерка. Кстати, Нету вот, Нету в этой игре на 6,9% брака, на 7% брака сыграл. Сыграл очень хорошо. Вот, редкая игра его, тогда, когда он показывает такие результаты, очень высокие. Всего 6 ошибок у него из 87 мин. Да, да. Крыши-то на 13,5% тоже хороший показатель, тоже пятерка. Вот. Причем вот и Нету, и Крыши-то, да, они значительно лучше владеют первым пасом, чем защитники ЦСКА. Но при этом получалось, что они отдавали либо друг другу, либо опорнику, ближайшему обострению от них не шло. Жирков, Жирков столько же примерно, сколько технико-тактических действий у Фернандеса, но процент брака ниже, 18,9% брака. Ну, интересно, Анюков и Жирков абсолютно одинаковые показатели, сбалансированные деньги у Зенита. Да, и с той, и с другой, они одинаково участвовали и в оборонительных, и в атакующих действиях. И процент брака примерно одинаковый. И процент брака, да, одинаковый. То есть, они в целом, линия обороны Зенита сыграла тоже надежно. Но вот здесь разница идет дальше уже, вот средняя линия. Гарсио, 15,5% брака, 84 технико-тактических действий. Вот, и здесь, да, и берем Венблума, у Венблума 40%, представляешь? Маурисио, 109 технико-тактических действий, это, конечно, удар у него классный. Там, знаешь, Акинфеев чуть-чуть коснулся мяча. Если бы он не коснулся мяча, то мяч бы залетел туда. Он пальцами чуть-чуть коснулся и перевел в боковую стойку. Маурисио, 109 технико-тактических действий, больше всех во всем матче. 13,8% брака, тоже показатель отличный, пятерка. Жулиано, который, можно сказать, слабый матч провел, да? А слабый почему? Потому что технико-тактических действий мало, 65. Он должен на уровне Маурисио делать. Но он один из худших, извините вас. Да, если бы он сделал, да. Но при этом процент брака все равно из-за того, что игрок высокого уровня, процент брака невысокий, 21,5. И Дани, 93, это он еще не в оптимальной форме своей, когда он в оптимальной форме, он больше 100 делает, да? И тоже на 8,6% из 60, это вообще для Дани тоже очень низкий. Он на таком проценте брака никогда не играл. 8,6% брака, все, представляешь? Ну, мне кажется, все-таки нужно обязательно акцентировать, Александр Ильич, на том, что при этом обострения было мало. Если бы он обострял, то процент брака все-таки был. Ну, обострения было мало, он не так много обводил. А обострать-то он обострал, он давал и Кокорину давал, они подходили, просто они там не могли исполнить и перестраховывались, очень много перестраховывались, понимаешь? А те, кто должен был обострять на самом деле, да, потому что мечом-то они много владели, вот здесь от нападающих очень много зависит, они как раз ничего и не обостряли. Дзюба... Если Дани с Кокорином сравнить, Кокорин же на фланге в этом матче играл, какая у них разница? Да здесь они вообще несравнимы. Несравнимы? Ну, конечно, Кокорин 55 технико-тактических действий, 30,9% брака, а у Дани в 3 раза меньше, почти в 4 раза меньше брак был. Среди технико-тактических действий? Да, это я ему тройку еще поставил, потому что он, в общем, для себя большой объем выполнял, носился там, знаешь как. А Дзюба практически всю игру простоял, 30 технико-тактических действий, 36,4% брака. Вот, это вот как раз показатель того, что Дзюба зависим, зависимый игрок. Но Дзюба в окружении трех центральных защитников был, понимаешь же, ему тяжело там было, они ему поэтому и не дали развернуться. Ну и Шатов вышел без оценки. А вот Мало, Мало, он вышел за такой короткий промежуток времени, сделал столько же технико-тактических действий, сколько Дзюба. Играл бы чуть побольше, он бы сделал бы больше, как Кокорин. Вы думаете, сколько минут провел Иоанн Мало на поле? Ну, Мало где-то минут 15, да. 8 минут провел. А, 8 минут на 8, 2 минут на 8. Представляешь, за 8 минут 30 технико-тактических действий сделал. Вот тебе, пожалуйста, да, выходит игрок, да, и начинает активно играть. И сразу у него набирается столько технико-тактических действий. Мне кажется, он попал на лимитную позицию все-таки. У Зенита регионеров много в основе было. Он не мог выйти, мне кажется, в место, которое... В любом случае, какую-то нужно находить альтернативу, понимаешь, потому что он по показателям, да и по классу он сильнее, как Кокорина. Общие цифры, Александр Ильич. Общие они 821 технико-тактические действия сделали, но это стандарт для Лиги Европы по объему. А брак, брак, 17,9% брака, это вот тот брак, на котором команда может быть конкурентоспособна в той же Лиге Европы, да. И, в общем-то, они это и показали в ответ на игры Сандер-Лехта. А вот первую игру, первую игру они завалили. Если бы Зенит забил гол, то вы поставили пятерку за эту игру или нет? Да, конечно. Хороший поташин. Показатели, вот на таких показателях они должны играть все игры. Тогда на международной арене команда будет конкурентноспособна.